Блок не до блок, начало дня понедельника. Михаил начал снимать тормоза на Уродеро, у него возникло много вопросов. Потом говорит, подойди, я подошёл, у меня теперь... Ты доволен, да? У меня тоже очень много вопросов. Короче, смотрите, что мы видим. Всё, обначать. А, ну заметили мы суппорт, да. Потёртый суппорт, причём здесь миллиметра полтора стесало, вот здесь. Здесь тоже тёрло тормозным диском, очевидно. И казалось бы, ну как так? Суппорт, ну, он здесь жёстко привёрнутый. То есть, здесь нету плавающей скобы. Короче, здесь клинит нечему. Потом смотрим такие заклёпки на дисках потёртые. Потом смотрим сюда, тут и диск потёртый. А теперь найдите зазор между пером и тормозным диском, а его нету. Тут просто диск трёт о перо вилки и трёт об суппорт. А знаете почему? А потому что вот эта вот риска для идиотов, видимо. Они... Да мы даже не знаем как. Ну, короче, перо должно свободно отчёлкнуться назад и стоять по риске. Вот это риска для идиотов. Они же перо поджали вплотную, я не знаю. Или они ось сначала вот просто ставили, затянули, потом гайкой с той стороны. Но суть в том, что всё, перо его вот так вот в одну сторону сместило. Потрясающе просто. Потрясающе. Б. Безопасность после серваков. Кайф. Как тебе? Я не знаю. Если это в сервисе делалось, то я не знаю, что это за сервис. Б. Безопасность. Тормоза. Просто это в принципе сложно сделать. Ну, сделали. Да, качество. Ну, здесь всё перебирать, на самом деле. А, ну, хотя я соврал, что здесь скобы нет плавающей. Есть плавающая скоба. Вот. Ну, дело не в этом. Ну, дело даже не в этом. Да. Кайф. Ладно, порадуем владельца. Заканчиваем вечером блогом, недоблогом. Значит, у нас перестановки по этому, по пространству. То, что VRX завтра валит отсюда, слава богу. Так. Чуть-чуть подвинем завтра вородера. И где-нибудь вот здесь вот в уголке будем разбирать ей перед. Вот. Почему вот так всё? Потому что мне надо завтра открывать стол. И нам надо оставлять доступ в подвал. Вот. Так что из подвала надо будет извлекать тулу. И заниматься у меня сваркой очень много. Как я и уже говорил. Вот. А помимо всего прочего, Сузуки. Вот он у нас стоит. В общем, стоит не ту же. Для чего он у нас здесь? Ну, потому что наконец-то появилась возможность сделать защиту рук. И уже окончательно расходить перед. А там, походу, это. О, рулевой подшипником. Да. Классный. Ещё одни траты, которые я не планировал. Но посмотрим. Может, там у них всё так плохо. Может, просто старая смазка. Но, по-моему, там хана рулевой. Ну и вот. Короче говоря, получается, что мы делаем защиту рук. И мы можем таким образом снять все детали. Которые у нас будут краситься в чёрный полумат. И ещё какое-то. Ну, что-то из оттенков серого. Но также надо ещё и вот эту вот срань покрасить. Которая ещё тоже не готова. В общем-то, сделать ещё надо очень много. Но вот я смотрю. И тут, по идее, да. То есть мы красим руль. Защиту рук. Будущую. Боковую подножку. Механа, а что здесь ещё-то остаётся? Ничего, походу. Что ещё-то мы красим? Тут всё остальное алюминиевое, походу, да? Чисто Миша, который молчит. Могу спать? Спать? Нет. Да я просто что-то сам уже не понимаю. Просто не хочется потом из-за одной детали очень-очень много геморроя иметь. Но, по идее, да, всё, у нас больше нету никаких странных креплений. И все крепления, которые есть, они алюминиевые. И красить их не надо. Таким образом, мы близки к тому, чтобы отдать в руал уже часть детали на покраску. Это будет чудесно. А потом уже заниматься там с прогрессией, со снятием мотора и так далее. Наверное, завтра я посвящу этому весь день. Ну, во-первых, сделать защиту рук. Во-вторых, начать делать сисибар на шадовку. Пока буду трубы гнуть, а там, глядишь, пока буду гнуть, подъедет. И вся история, которая касается колеса, и можно будет уже это всё выровнять. Там, туда и сюда, обратно сделать и всё. Да, наверное, это максимально правильное решение. Так и поступим. А Сузуки уже после этого можно будет вообще на полу его положить вон сюда, в уголок. И пусть валяется. Никому он мешать уже не будет. Да. Короче, грандиозные планы. Но они, как всегда, пойдут по бороде. Механ, тем временем, от Вородера разобрал передние тормоза. Не до конца, да. У него тут, в принципе, культурный шок произошёл. От того, что в передних тормозах может быть столько деталей. И тут, где эта хрень, которая у нас не выходит. Да, вот там вот поршенёк. Его отсюда никак не поддеть. Воздухом не выходит. И вот будем пробовать за счёт ультразвука, чтобы он вышел. Короче, тормоза, ну, такие, полудохлые. В общем-то, тормозуха тут не менялась никогда. Всё закисшее. Вот, то есть, вот так вот выглядит этот поршень. Короче, полная амба. Но ничего, будем с этим бороться. Вот, на этом, наверное, понедельник мой закончен. В принципе, он прошёл неплохо. Остаётся вспомнить, что за этот понедельник сделал я. Что-то точил на токарке. А, да, я втулки себе вот эти вот сделал на токарке, чтобы сделать защиту рук. Опять же, себе я спицы сделал. Дочистил спицы заднего колеса. И отполировал их. А, и на VRX сцепление собрано. Точно. Я вообще про это забыл. Да, потому что уже на автомате делаешь. Особенно, когда всё подготовленное. Вот, в общем, на этом мы и закончим этот блок-недоблок. Какой-то прикол и блок-недоблок, который, ну, вообще записывать-то я не хотелось. Потому что показывать нечего. Так как день, ну, что называется, пиздень полный. Вот. В общем, началось всё с самого утра не так. То есть, General Moto заказ, оказывается, был готов. Но они какую-то позицию там с утра забыли, что её надо внести из этого заказа. И в итоге опять ехать General Moto, опять забирать заказ. Вот. А так вышадовка сегодня могла быть на колёсах. Да. А в итоге ни хрена. Ой. Ну, чё, какие мудохни были. Мудохни, мудохни. В VRX забрали. Ладно, это хорошо. Механ тут как-то тоже вял текущую рулевую колонку разобрал. И уже подготовил к сборке. Суппорта это вообще, наверное... Ну, вот это уже почищено, но результат вообще не устраивает. То есть, это бесконечный процесс. Гофры, вилки. Тут какие-то вот, понимаете, отсилки, наверное, стоят. В общем, вилку только-только будем разбирать. Составлять список того, чего там нам надо. Ну, окей. Эту я начал ожигнуть. Типа CC-PC-бар вот этот вот. Вот сюда нашадовку. Понятия не имею, зачем это надо. Но сказали делать надо. Ну, ладно, сделаем. Но из положительного... Чё у нас получается? У нас Сузуки разобран. Ну, разобран достояние, что вместе с CC-PC-баром я смогу отдать ряд деталей на покраску. Те, которые у нас, ну, не являются рамой. И то есть, вот за сегодня, что я сделал, вот эти вот свои... Защита рук сделал. Получается, тут вот партия подготовлена того, что нам надо отвозить, красить. Вот. Это уже, наверное, даже хорошо. То есть, по рулю сварку там сделал. Он варил свои вот эти вот резьбовые втулки под защиту рук и так далее. Вот. Сузуки, собственно, наверное... Ну, тут ещё вон целая партия деталей, которые надо переработать. Вот. Ну, в принципе, наверное, раму скоро тоже твоейте покраску. С мотором там ещё он валяется. Работы много. И что по Сузуке интересно, у него кривая рама. И вот, как бы, вопрос кривизны рамы очень сомнительный. Ну, то есть, вот визуально видно, что рулевая колонка бананом в ту сторону. Причём даже не рулевая колонка, а то есть весь вот этот треугольник, он как будто бы смещён туда. При всём этом, при всём этом, визуально, когда ты едешь на мотике, ну, ты видишь, то есть, как будто бы у тебя смещено. Но, с другой стороны, у мотика битый бак, и, возможно, это бак на подушках в сторону смотрит. При всём этом, когда ты едешь на мотоцикле, то есть за всё время, сколько я на нём проехал, а проехал на нём немало, не было ни одной причины, чтобы усомниться в том, что геометрия рамы нормальная. То есть, едет он прямо, едет он ровно, и никаких вопросов не вызывает. Но вот ты смотришь на вот это вот визуально глазами, и вопросы есть. Да и при этом, мотор снимали, ни одно крепление не зажато, ни один болт не зажат. То есть, если бы было такое большое смещение, то всё-таки бы мотор зажал или что. Была бы, блин, битая вилка, гнутая вилка, гнутое колесо, вилка из траверс бы вытаскивалась тяжело. А тут нет такого. То есть, всё и вытаскивается легко. Значит, какая-то хрень. Возможно, это просто Сузуки. Я уже много раз говорил, что был у меня DR-250S когда-то. И на нём рулевая колонка, ты не то что как там ощущаешь, у тебя визуально она была сварена в сторону. При этом, вот, даже опять же, посмотреть, вот эта труба выше, вот эта труба ниже. И это, ну, не следствие того, что оно погнуто, а в ответствии того, что он так приварено. То есть, вот, со старыми Сузуки, конечно, вот такие приколы есть. И опять же, имея опыт с прошлым Сузуки, я не удивлюсь, что оно так вот с завода сделано. Ну, а чё? Можно и так. Чё ещё сказать? Да ничего, завтра вроде как на шадовку все запчасти у нас должны, как бы приехать и можно собирать и пробовать и надеяться, что реле-регулятор, который мы купили, новый спасёт всю ситуацию и мотоцикл будет, ну, нормально давать зарядку. Но уверенности нет, на самом деле, ни в чём. Вот. В общем, по грандиозным планам завтра сварить этот CC-bar и отвезти всё в покраску вместе с деталями моими от Сузуки. Ну и по Сузуки, по раме тут надо пару моментов ещё решить, потому что мне надо к нему приуганных делать крепление для защиты картера, собственно. Вот это вот, для этой защиты сделать крепление. И чё-то ещё сделать по мелочи. Ну, раскидать его весь, посмотри, рулевая на выброс или нет. Тоже как бы под вопросом. Хотя, по-моему, вопрос тут снятый ей хана. Да и тоже отвезти её в покраску одним разом. Тут чё, скинуть амортизатор, по сути, и скинуть маятник. И всё, рама отправляется в покраску, в принципе. Вот. А чё, механом, это же правда? А? Чё? Да, одним разом сейчас отвезти всё. Ну, а чё, получается, это всё у меня готово. Парами крепления приварить только и проварить вот эти вот швы. Отдать её, да пусть красят, сколько там это времени будет тянуться. Одним разом проще, наверное. Там три цвета, они заебутся. Ну, да ладно. А то иначе это правда будет длиться бесконечно. И весной я опять буду на ногах прыгать, а не на мотоцикле ездить. Вот, наверное, и всё. Такой унылый, дичайший день. Унылый блок, недоблок. Наверное, вот и всё. Невероятное странное видео. Невероятно странно начинается. И, как всегда, забыта камера, поэтому снимается на телефон. Сразу хотел бы сказать, что это абсолютно не моё, а то многие начнут питать иллюзии. Ну, тут, короче, какие-то странные надписи. Вот такие вот надписи. Что бы это значило, ну, вообще совершенно непонятно. Ну, сейчас, наверное, поймём. Надо взять... Чё тут взять? Надо взять кусачки. Надо взять кусачки и, наверное, чё-то покусать. И, возможно, там какой-нибудь отличный авантин. Блок-недоблок. У меня очень хорошая память. Поэтому камера, наверное, осталась дома. Надеюсь, я её не потерял. Итак, сегодня есть, чё рассказать. Во-первых, мы уже три дня пытаемся очистить суппорта. И вот-вот оно не чистится, сука! Уже как бы это не первый заход и не второй заход. Оно не очищается. Мы уже всё. Вот насколько очистятся, настолько очистятся. Потому что, ну, всему должны быть рамки разумного. Итак, помните, я не знаю, я говорил, нет, что на Вородыра нас по-любому ждут приключения с направляющим и с разбором вилки. Итак, у нас на полу картонка, об которой мы били перо. Газовая горелка, которая, наверное, до сих пор ещё накалённая. А что, почему? А вот почему! Конечно же, нижняя направляющая зашла в верхнюю направляющую, расклинила всё чёртовой матери. И, естественно, мы промудохались с разборкой пера одного. Это как раз то перо, которое было чёртое. Классно! Здорово! Нравится! Да! Значит, далее, далее. Второе перо! О, да! Второе перо у нас на герметике всё сидит. Пыльник на герметике. Ну, это по размеру не было. Ну, ничего, бывает. Так, что бы ещё рассказать интересного? А, ну, нам привезли новый КТМ на сборку. Он прям в ящичке был, в коробочке. Фу, а может быть, даже и... А может, вы видели перед этим кусок, как он был в коробочке. Да, может быть, так случится. А может быть, я забуду. Но суть в том, что это абсолютно новый КТМ, EXC что-то там 300, с которым ещё две коробки деталей, плюс ещё владелец купил, наверное, тысяч на сто ещё какого-то хлама. Ну, вообще прикольно. Но проблема в том, что мы на это смотрим с механом, то есть мы пытались это, ну, хоть как-то осознать, и смотрим на это как две макаки, потому что, типа, у-у-у, а-а-а, где некрояпонцы, что это такое? А вот, ну, в КТМ нас радует, как они проводку массы делают. Вот, короче, это у нас просто пучки проводов, ну, соединённые в один какой-то скобочкой и в термоусадочке. В принципе, про КТМ говорили, ну, многие, что проводка на них как бы такое, очень интересное, но я не думал, что настолько интересно. А ещё у нас есть ключи от замка зажигания, но нету замка зажигания, или мы его просто не можем найти. Вот. Кстати, он на инжекторе. Да, 2Т на инжекторе. А ещё здесь есть обкаточный резонатор. Прикиньте, а второй нормально идёт в комплекте. Мир удивительных вещей, которые не для нас. Мотоцикл этот стоит, сколько он говорил, 15-17? 13. Это вот для него, 3. Ну, короче, что-то там 15 тысяч евро, что ли, что-то такого. Вот. Чё ещё? Чё ещё? Кого? Кто? Про что я рассказывал? Я про что-то рассказывал. Песню хотел спеть, но забыл. А! Вот. Песня про железо. В общем, сварил на шадовку. Ну, что там, на шадовку запчасти пришли! Точно! И на радостик я сварил очередной сиси-пи-си-бар вот этот вот. Понятия не имею, зачем они нужны, но раз люди просят, наверное, нужны. А ещё у нас тут детали от Сузуки готовы к покраске. А знаете, что ещё произошло? Незмотря на то, что ещё ряд деталей от Сузуки у нас требуют чистки, там, разборки и так далее. Дальше. Да, речь моя, конечно, очень чёткая. А что там так активно? А, я понял. Вот, короче, рам готовы у нас. Тоже покраску поедет и все резьбы даже болтиками уже закрыл. Короче, с рамой на самом деле интересная история. В общем-то, когда я на нём ездил, мне казалось, что у меня как будто, ну, рулевая колонка смещена немножечко, но при... как много ты, братан, в жизни своей видел уже. Ну, хоть отвернул. Причём, мне казалось, что у меня руль в сторону смотрит. Вот! А потом, когда рама оголялась всё больше и больше, я понимал, что она смотрит в сторону не просто так. И за 25 лет мотоцикл видел некоторое дерьмо и рама-то у неё кривая. Вот! Короче, во-первых, вчера я сделал, ну, подрамник у меня был задротый, я его выпрямлял, ну, и как бы... Ну, вроде всё нормально, но я решил проварить. А потом у меня накрыло, мне не понравилось, какой у Сузуки здесь шов. Мне не... Ну, как бы, вот есть ржавчина, да, по сварным швам, а вот непонятно, там трещина или это просто краска шелушится. Я к херам собачьим всё рам, короче, переварил, вот все швы, абсолютно практически все, да, где вот по силовым вот этим вот, причем получается лучше, чем делает Сузуки на заводе. Вот, так вот, невероятно, но это несложно на самом деле сделать лучше, чем Сузуки, потому что Сузуки, он знает, Миша, по DRZ, да, как на учет его ставить, круто. Посмотри, как круто, они поменяли масло в одном деревне, а во втором они менять, походу, не стали, потому что в том оно было намного чище. Да, кайф. Ну да, там было чистое масло, а здесь вообще походу не смогли тоже открутить и забили болт. Ну, всё, скорее. Ха, ну вот, короче. Итак, сейчас мы, смотрите, обратите внимание на эту часть рамы, вот особенно вот на эту, видите, да, как бы вот, вот тут нету ничего, да, шов идёт до сюда. А теперь посмотрите, какая метаморфоза происходит вот с этой частью рамы. Зачем-то здесь проварен вот этот шов, и он почему-то здесь не кончается, а продлевается на всю длину трубы. Так же, как и вот эта вот труба, почему-то со сварным швом. И вот здесь всё проварено. Ммм, почему же так? Я вспомнил видосики Матвеева, где он, знаете, что делал? Сварочный стол, короче, он там тянул, потому что у него его винтом крутануло. А потом я эту информацию стал более развивать, то есть, ещё там посмотрел видосики, куда тянет металл там при сварке и так далее. и как вы понимаете, таким нехитрым способом я вытянул раму. То есть, рама была в ту сторону, вот так вот немножко труба, вот эта центральная, бананом. Тут ещё интересная информация. Давай. Там половин нет деталей? Она не двигается. Кто? В смысле? Ну, пошло. Это капец утиле, чувак. Подождя. Очень хорошего себе. Ну, типа, я его не могу, иду обратно. Бля, воняет тухлотой пиздец. Воняет, да. Да. Ладно, сейчас мы закончим блок-недоблок. И, короче, путём проварки и утягивания металла, что называется, без единого гвоздя и без единого удара, труба у нас стала ровная, а была, получается, ну, вот так вот она смотрела бананом немножечко. Вот. И, собственно, сравнивая с тем, что было, рама это, ну, более чем ровная. Ну, на самом деле, Сузуки, вот эту трубу на подрамнике ниже приваривает, это выше приваривает. Им, в принципе, пофигу на всё. Но, тем не менее, вот эти моменты мы тоже исправили. Вот. Сейчас будем решать теперь вопросы с Вородеру дальше. А на этом день мы, наверное, и закончим. Завтра будем заниматься, на самом деле, сборкой КТМ. Блок, недоблок, и начинается всё весело. Мекан домыл вилку от Вородера. Короче, опорный стаканчик от вилки, он один, второй, как бы, ну, зачем, он нам нужен. Стакан. Весь, 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 избитый, забитый отвёртками. Вот, посмотрите, посадочное место, я не знаю, что они им делали. Да, это не суть. Не знаю, что они делали. Ну, что, они забивали отвёртки, ну, сальник отвёртками, попадало мимо, она, она, сейчас, зайдёт. А теперь, внимание, что мы обнаружили первым. На вилке у нас почему-то стоят два разных сальника, то есть, один с пружинным кольцом, другой без пружинного кольца, таким, интересно. А теперь, внимание, на Вородеру, сука, перо 43 миллиметра, то есть, диаметр пера вот этого 43, внешне 54. Сальник 41, то есть, они на 43 перо натянули 41 сальник, а мы удивлялись, что перо не ходит, так туго работает вилка. А тут сальник бедный, он его просто в натяг туда накорячили. Никого ничего не смутило, просто ночью, больше, ой, не больше, как бы, течь не будет, обожмётся нормально. Это, он мне как право говорит, ощущение, что этот мотоцикл, вот, все его ремонты происходили в поле. И вот всё. Поэтому половина деталей в вилке отсутствует, сорванные болты, сальники разные. Я просто в восторге от таких ремонтников. Блин, эта Вородера, вот реально, у меня уже приближается к трешёвости, к XR650R, я думаю, вот так вы и помните. Вот здесь почти всё то же самое. Это просто ужас какой-то. Из хороших новостей, из хороших новостей, вот у нас новость. А что будет, что будет? Вот так, что он говорит. Заслонку, а что вы откройте? Или что там? А, нет, он не заслонку. Это подсос. Ну да, я понял. Короче, инжектор с подсосом. Если что, да, прикол. В общем, мы его хотя бы запустили, нам мозгов хватило. И разложили все детали, откинули лишнее, вроде стало как более понятно, как всё это собирать. В общем, вот это вот всё надо установить на мотоцикл, а чтобы это установить, надо разобрать половину мотоцикла. В общем, конечно, интересно, это всё занятие будет, но мы обязательно справимся. конечно, Вородеро не то, чтобы повеселило, а мы просто в дикой панике с этого. Ну, ничего, вот, иначе я без работы сидел, да. А и сегодня будет момент истины, появится ли зарядка на Вородеро, сейчас Михан пробку сделает и всё будет хорошо, надеемся. Блок, недоблок, дня четверга. так, Михан, естественно, уехал уже, потому что уже время чёрное, сколько, а мы по-прежнему остаёмся здесь, потому что надо всё вот это вот хламьё отснять, доснять, тумбочка криво стоит, тумбочка, да чё-ка криво, откуда стоишь, колесо не провернулось, провернулось. Из очень положительных моментов, которые у нас есть, это мы отвезли раму в Руал, и каким-то божественным чудом там нету особой очереди, ну, видимо, просто не сезон ещё, вот в марте, в апреле, оу, какая там жопа будет. И вот, к чему это, это я к тому, что всё скорее покрасят всё по-быстренькому, то есть и на шадовку, например, покрасят по-быстрому, ну, и на всё остальное, вот, то есть все детали покрасят, и будет хорошо. А я вот, к слову, сейчас по поводу шадовки, мне вот интересно, моя тупая голова сняла видос по поводу и без повода. Да, вроде моя тупая голова засняла, всё это хорошо. Так вот, короче, шадовка у нас, если видим, собрана, то есть у нас вопрос только в сайлентблок, который где-то с деком идут, и вопрос, 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 ответ, вопрос, ответ, привет, в чём вопрос? А, и в сисибаре, который в покраске, но надеемся, что покрасят всё это быстро, по крайней мере, вроде такой разговор был. вот, и, ещё у нас ещё-то, ну, механ даже чуть в родер начал делать тут по проводке, колхозить, и мы просто, мы замучились, просто уже замучились чистить эти долбанные тормоза, но с ними чего не делай, они вот такие вот, это уже, я не знаю, чем тут же очищать, тут уже ультразвук, просто он орёт, визжит, ну, ничего не может сделать, уже, ещё только не заливали туда, это, ну, это детали, одна океана просто, и довести их до нормального состояния, ну, это очень такое нетривиальное занятие, вот, так вот, в общем, шадовка у нас практически готова, я, вдруг ощутил, что такой, о, я раму уже от Сузуки отвёл, сейчас как её покрасят, но я совсем забыл, что у меня ещё стоит вот это вот всё, и оно не готово от Сузуки, там ещё много полировочки, мои любимые, и помимо всего, ещё вот это всё у меня стоит, и сейчас, как меня покрасят раму, у меня ни хрена не готово, и опять мне будет гореть в жопу, что у меня нет времени собрать всё это для себя, но как-то буду, наверное стараться, вот, а по КТМ, промудохался я с ним целый день, то есть, вот, хвост поставь, накладку просверли, защиты там, подогони, подсверли, разбери, собери, естественно, один тюнинг с другим не сочетается, их один к другому надо подгонять, подпиливать, вот, ну и, чё, вот на самом деле, в итоге, ну вот стоит КТМ, да, казалось бы, мотик там за лям с хреном, типа, новые, всё, всё дела, я вот его делаю, фи... ну, как сказать, вопрос даже не в деньгах, вот это вот, покупки КТМ, а покупка, ой, покупка, а дело в том, что, ну, у меня в принципе, как-то идеологически, оно никак, то есть, я, да и не один я, на самом деле, ну, может, мы просто бомжи, и так эта психика оправдывает, но, не испытываю вообще никаких, вот трепетных чувств, потому что, вот, да, типа, новый мотик, типа, вау, круто, КТМ, там, туда-сюда, как-то настолько, пофигу, и настолько он, ну, как сказать, ну, оно не заходит вообще, ну, эмоционально, вот, для меня, ноль, в плане, вот, мотоцикл, как мотоцикл, я абсолютно не спорю, что по характеристикам, это одно из лучших того, что есть сейчас на рынке, но, не знаю, короче говоря, я, да, такие, раскрытия тайн, я подумывал, подумывал, про 890-го адвенчера, я думал, что с проводкой, там, все это миф, у КТМов, и так далее, ну, вот, вот так вот, у КТМов завода проводка установлено, вот так вот у него фишки сделаны, то есть, и самое главное, тут все жесткое, то есть, все вот эти вот оплетки, все наизлом, все как-то накручено, и, в принципе, я понял, почему на КТМов, ну, многие пишут, что с проводкой, как бы, есть приколы, теперь я это тоже понимаю, что, о каких приколах люди говорят, ну, и, в общем-то, идея покупки 890-го умерла, и больше она в моей голове даже не зародится никогда, на самом деле, на самом деле, надо избавиться от лишнего, не то, что избавиться, ну, в общем, надо продать Тенери, он не продается, причины очень простые, он у меня стоит поверху рынка, и, ну, Тенери сам по себе, мотоцикл специфический, это раз, второе, ну, я свой мотоцикл знаю, я его не буду продавать, ну, за какие-то минимальные деньги, меня это не устраивает, плюс, продажа ради денег, мне тоже неинтересна, поэтому пусть стоит, и, ну, Бог знает, сколько он будет стоять еще, определился ли я с мотоциклом, который я хочу, но, опять же, вот, не то, что там взамен чего-то, а вот просто хочу, ну, да, наверное, определился, но перед этим надо продать Тенери, надо продать GT80, ну, и там этот панкбайк, вот, хотя он даже не у меня стоит, а мне в целом, что он есть, что он нет, это уже дела давно минувших дней, но если кому-то надо, там ссылки в описании, если что, постоянно, вот, ну, и вот, Тенери мне хочется продать, потому что, ну, я не знаю, мне надоело, и не хочу, ну, просто уже пройденный этап, скажем так, GT80, просто мне не зашла, остальное, остальное пока желание продавать не возникает, потому что, потому что его не возникало никогда, они меня полностью устраивают, по всем возможным, невозможным параметрам, вот, ну, в современных реалиях нельзя планировать, сколько денег надо на тот мотоцикл, который ты хочешь, потому что сегодня так, завтра так, и так далее, но на данный момент, если я опять не передумаю, меня что-то не переклинит, то, что я хочу, стоит около двух, да, и, наверное, это даже через годик можно будет привести, бэушная, гораздо дешевле, там, годовалая полутора, но, почему-то настал такой этап, когда мне надоело покупать бэу, и пофигу на переплату бесполезный, но хочется купить новое, вот, да, и как бы это странно не было, но, то, что я хочу купить, опровергает, одно из самых популярных видео, которые у меня есть на канале, от которого просто горят пуканы у всех, да, вот, в принципе, наверное, и все, так что уходим мы сейчас домой, и занимаемся оклейкой пластика от КТМ, вон он там в уголке стоит, пластик новый, графика, и все это надо сделать единым целым, собрать мопед и отдать, и, наверное, конец завтрашнего дня, и в субботу, поделать капитально Сузуки свой, потому что, ну, надо его собирать, как ни крути, хочешь не хочешь, но его надо сделать, потому что, блин, надо на чем-то ездить, а, мало того, на нем еще и на нем еще и страховка, додолго, и нету 13-й головки, кому она могла, взгляд, понадобиться, 13-й башка, это, конечно, интересно, куда она у нас впоследствии исчезла, может быть, конечно, где-то здесь валяется, но что-то нигде не валяется, зараза, механ брал, куда-то, с утра все было, сейчас нету, но, наверное, найдем, или уже нашли, сейчас посмотрим, оно у меня, оно блестит, блестит, вот оно, закатилось, ой, наверное, и все, короче, что-то, очень много наговорил, хотя, наверное, не надо, и мне, и никому, из тех, кто вообще, пытается это смотреть, по каким-то причинам загадочным, блок не до блок пятницы, надо по-быстренькому снять, КТМ готов, вот, и он сейчас, в скором времени уедет, точнее, минут через две, короче говоря, геморройл с графикой, ну, это ужас, то есть, это вроде полиспорт, график, или что-то такое, ну, в общем, если сравнивать с тем, что делает Андрей Володов, мотостикер-клуб, то мотостикер-клуб, это просто, самое лучшее, что я видел в жизни, а эта же графика, она толщиной в миллиметр, по воде она не клеится, то есть, только так ее клеить, она, где есть залом, ну, то есть, от хранения, ты его не можешь выпрямить, то есть, она, ну, не ведет себя, как пленка, она не вытягивается, как там у Андрея, даже если, ты там чуть-чуть где-то накосячил, ты ее подогрел, она пленочка стянулась, растянулась там, с температурой поиграла, все отлично, здесь же, такая тема, вообще не прокатывает ни разу, то есть, здесь, ну, полнейший геморрой, что ты только не делай, и плюс она, ну, по выкройкам, это просто, ну, там она такая, там такая, то есть, вот, например, по морде, вот эти вот надписи обрезаны, не потому, что это я дурак, а потому, что графика, вот, настолько выступает, и то есть, это я подрезал, она, ну, не совпадает с реальными размерами, и тут много, где, то есть, вот здесь вот с боковым пластиком, вот здесь вот клык этот еще сюда выходит, здесь, по-моему, я край подрезал, в общем, дохрена, вот такой вот фигни, ну, вроде ничего, из радостных событий, у нас пришли с винблоки, на шадовку, механ уже установил, у нас пришли все-таки прокладки, на вородеро, тоже все замечательно, у нас суппорта, худо-бедно варятся, и самое отличное в этой истории, что я какой-то свой минимум сделал, и сейчас я буду заниматься Сузуки своим, наконец-то, наверное, аж полтора дня целых на это выделю, глядишь, за это время, что-нибудь получится сделать, блок, недоблок, пятница, мы заканчиваем, но у меня еще будет суббота, сто процентов, потому что должны, вроде как завтра, привезти в РХ, очень интересный, вот, владелец нам, очень интересный, вот, короче говоря, механ, механ, даже, сделал то, что я не люблю, он тоже не любит, а это проводка, вот, но, тем не менее, подключена вот эта хрень, работает розетка, от габаритов, вот эти вот чудо-фары работают, в общем, как-то все куда-то движется, а я тем временем доделал КТМ, и, как я говорил, занялся в Сузуке, и вот, короче, ну, нижнюю металлической шерстью, траверсу подчистил, ну, это пока до полировки, это, грубо говоря, все черновая работа, вот, тут подчистил, чтобы зазубри на особых не было, где удар был, ну, и вот, как бы, так вот родне выглядит, а вот так вот я сделал, короче, скотч-брайдом все, счищал краску, она же крашеная, верхняя травился, все переполировал, ну, так на грубую пока что, ну, короче, интересно это все занятие, ну, и на этом мы заканчиваем, блок не до блок, но у меня еще завтра суббота, и у меня вот эта вот гора, вот эта вот гора, в общем, все это надо провести в должное состояние, готовое к установке, блок не до блок, в воскресенье, может быть, уже и воскресенье, потому что я могу сказать точно, что по моему ощущению организма сейчас, а, ну, да, без 20-12, и чем мы сегодня занимались, мы занимались тем, что, во-первых, у нас дочищены тормоза, на, господи, как тебя там называть, как он отзывается, на, тьфу, на вородеро, ну, я же говорю, голова уже не варит, и, наконец-то, мы ее дочистили, и, Миша, значит, понедельник будет все отсидать, помимо всего прочего, не знаю, видать вам, не видать, но у нас очередной VRX, никогда вот у нас не было VRX, а тут вдруг раз, и VRX, представляете, какая, куда снимаю, что снимаю, какая невероятная история, VRX снова, как интересно, так, дальше, приехала, приехала, приплыла, VRX, кастрированный VRX, потому что, я не знаю, невооруженным взглядом, видно, что он заниженный, причем он заниженный резиной, плюс у него вилка сто процентов, я почти уверен, что от CB400SF, что еще, задний амортизатор у него не родные, но он весь такой приземистый, а еще, смотрите, тут, короче, ну, дуги, не дуги, вот, какая-то срань, но, эта срань сделана довольно грамотно, то есть, смотрите, они здесь, ну, к мотору, конечно, точка крепления, это плохо, но здесь такие дуги, что они непонятно зачем, ну, да ладно, но вообще прикольно, и они аж вот такую вот дугу сделали, на двух болтиках, то есть, это что-то явно на японском, на модном языке, и даже тут под родной сигнал, они выемку сделают, правда, стоять не родной, а жигулевский, но если бы был родной, то он бы прямо вот здесь вниз пазик входил, вообще круто, я вам скажу, а что еще, еще у нас был дикий перерасход перчаток, ай, почему, потому что мы много-много-много копались с азелитом, с полировкой, со всей странею мира, короче говоря, вам уже многое, к счастью, не видно, потому что многое я убрал, но там собраны поворотники, были сегодня, а что еще, я бы самому вспомни, что я делал за сегодня, на самом деле, а, у нас траверсы, сделаны на DR, у нас поворотники, сделаны на DR, охренеть, как я много всего сделал сегодня на DR, ну так вот, из того, что вы видите, видите, у нас маятник, я наконец-то раскомплектовал, можно мыть, и у нас получается, измыть остается, для DR, вот это вот, и вот там вот, мотор под диваном живет, остальное, это купить еще, четыре сальника, сделать армированные шланги, и мы получаем, невероятное, у нас будут все, тогда детали для DR, а, ну еще покраска, ну, короче, короче, бесконечный процесс, и вот, привел в порядок последний из крепежных деталей, то есть, вот это вот все отполировано, каждый болтик подполировал шляпку, короче, и теперь, внимание, вот, с тормозной машинкой, то есть, каждый болтик я почистил, отполировал металлической шерстью, полиролями, ультразвуком, подварил пластик, то же самое с рычагом сцеплений, то есть, все это отполировано, у нас теперь каждый винтик, тросы смазаны, в общем, красота неописуемая, вот, и, короче, я устал, завтра я еще, что-то здесь поделаю, вот, заеду в Руал, и, и, поеду, отдохну пару часиков, перед понедельником, вот, ну, вот, наверное, все рассказал, показал, вечер, или утро, 3 часа дня, воскресенье, в итоге, поработать сегодня удалось, часика 3, потому что, после забойной недели, без выходных, хочется поспать, немножко больше, чем 6 часов, мы тут смотрим, Хенсона, короче, едем в Руал, забирать железку, и самое забавное, не знаю, сейчас покажу, или нет, то тут едет, 99-я, а перед ней, едет, Nissan X-Trail, и, перед Nissan X-Trail, на жесткой сцепке, не знаю, там видно, нет, то ли Урал, то ли Днепр, но, короче, у него, а короче, у него сейчас, 99-я въехала, блядь, прикольно, или не въехала, хуй поймешь, что происходит вообще, походу, въехала, 99-я в него, прикольно, да, вон вылазит, блядь, короче говоря, короче говоря, только что, Алибаба, немножко, въехал, в Днепра, в итоге, или Урала, или М, какую-то, на жесткой сцепке, у нас все это ехало, и, Алибаба, немножко, не справился, с управлением, своим мозгом, вот, и въехал, стандартная история, собственно, давай, скиончик, проезжай, потому что, ты скиончик, ты хороший, и покрашен хорошо, вот, и, короче, мы едем в Руал, забрать, вероятнее всего, эту самую, как тебя там называют, твою мать, сисибар этот долбанный, заодно спросим, когда там, когда там наша рама на Сузуке будет готова, но, лучше бы она еще долго не была готова, то я как начну собирать, опять не начну работать, но на самом деле, ой, сейчас, там, механу в основном будет хреначить, а я буду заниматься тулой, то есть, сейчас мы будем вытаскивать 100% тулу из подвала, я буду до потери пульса заниматься сваркой по туле, вот, потому что прям надо, гребаные грузовики, сука, вот куда вы все едете, вот, собственно, собственно, да, доварю тулу, чтобы как-то с ней уже движения какие-то начались, вот, после чего, собственно, будем дальше куда-то двигаться, в плане покраски тулы, сборки тулы, то есть, надо этот вопрос уже закрыть, то она стоит в подвале и никуда не движется, а там надо раму сварить, там надо дуги сварить, там надо половину креплений срезать, там надо вставить мотор, по мотору сделать все крепления, и после этого уже механ сможет разбирать мотор, то есть, тут тормоза и по моей части, и тем самым я торможу механ, у него вроде как есть что делать еще, да и очередь там космического масштаба вроде намечается, вот, собственно, вот такая вот история воскресенья, солнышко светит, а вчера была метель, кстати, а в деревне настолько была метель, что там замело все оказывается, но в Москве как-то прекратилось к 12 часам, а там шло это до самого утра, и вот так вот, ну, снег, конечно, дрянь редкостная, но хочется верить, что скоро уже весна все-таки, по крайней мере, небо вот сейчас разгулялось, очень сильно похоже, а это значит что? Это значит, что Сузуки надо собирать, иначе нам опять будет не на чем ездить, несмотря на количество мотоциклов, которые у меня есть, вот, собственно, на этом мы, наверное, в воскресный блок, и закончим.